В «Человеке» замешано всё. Я Тони Мачева Старк! При этом какой-то НТВ-шный сериал же у тебя был в биографии. Мы с Иваном Янковским очень часто там веселились. На недельку, до второго! И тут как раз и появился Майор Гром. Друзья, всем привет! Это очередной выпуск Баббл-подкаста, специальная эдишн «Майор Гром, Чумной Доктор». В студии, как всегда, Артём Габрилианов, Роман Катков. Да, и мы, как всегда, общаемся с создателем фильма «Майор Гром, Чумной Доктор». Спрашиваем актёров, других всяких неважных людей, видимо, как продюсеров и сценаристов, о том, как им вообще фильм. И сегодня у нас, собственно, только «Майор Гром Эдишн», потому что с нами здесь... Звезда фильма «Майор Гром, Чумной Доктор». Привет, привет, привет. Тихон Жизневский! Тихон, подожди, скажи сразу, Тихон, в чём сила? Я думаю, что сила в правде. У кого правда больше, тот сильнее. Короче, да, ребят, Тихон Жизневский играет главную роль в фильме «Майор Гром, Чумной Доктор». Соответственно, майор Игорь Гром. И он же «Чумной Доктор». А зачем ты весь сюжет сразу... Ай, нельзя, ну вырежете. Впервые, собственно, «Майор Гром» появился в комиксе «Майор Гром» в самом первом выпуске. И до сих пор комиксы про него выходят. Вот уже сто номеров. Правда, там он уже потерял звание майора, и теперь он Игорь Гром. Ну, про это, кстати, мы тоже поговорим, потому что Тихон себе комиксы читал. И ему вроде, да, иногда даже нравится. Это самый... Я бы даже так сказал, что это один из самых основных персонажей вселенной комиксов «Баббл». И я очень рад, что именно ты, Тихон, исполнил роль и воплотил, так сказать, нашего любимого персонажа в реальность, в жизнь. И я крайне благодарен, что мне выпала такая честь играть центрального персонажа вселенной. Это, по-моему, что можно... Ты наш железный человек, ты понимаешь? Вокруг тебя будет строиться всё остальное. Ты понимаешь, груз ответственности, который на тебя дает? Я твою мать, его Старк! Ты понимаешь весь груз ответственности, который на тебе лежит? Ну, что ты меня... Я и так каждый... Мне недавно, значит, посмотрел этот последний, один из последних ваших подкастов. И мне, значит, в ночи снится кошмар, что в зрительном зале мы все сидим, все такие... Фу, фу, смотрите, фу, он сидит и все... А это еще даже фум не начался, просто мы на сцену вышли. Скорая премьера. Поэтому я понимаю, что ты к премьере просто отрастишь опять свои волосы, подык-то, наденок. Будешь такой, типа, это не я, я в тот парень из окна. Ты знаешь, у меня есть... У меня сейчас есть своеобразный ритуал, благодаря которому я сразу просыпаюсь с утра. Вот что бы ни было, сколько бы я часов не спал, я сразу просыпаюсь. Что делаешь, огорошка в халате? Нет, я засыпаюсь мыслями об этом. Я просыпаюсь, и первым делом сразу открываю твиттер и пишу «Майор Гром» в твиттере. В поисковике? Да, в твиттере, да, в поисковике. И там есть парень, который каждый день отчитывает, сколько дней до выхода фильма. И я сегодня проснулся, и он пишет «40 дней до выхода фильма «Майор Гром». Я такой, блядь, 40 дней всего, блядь, вот просто резко вскочил. Как в 7 утра проснулся, так и всё, на ногах до сих пор. Это ужасно страшно. Ну, а для тебя ещё должно быть страшнее. Ну, мне, конечно, это страшно, потому что это огромная ответственность. Я главный герой, центральный персонаж. То есть на мне вся ответственность. Я практически большинство времени фильма занимаю в этом фильме. Сколько мы с тобой ручку делали? Четыре смены или сколько? Четыре смены звучали всё подробненько, чтобы было в губки попадало синхрончик, чтобы всё было, чтобы нижайший был голос. Вот это, вот, слышишь ты меня, не лечи. Чу-чу-чу, му-чу-чу. Вот это обязательно нужно записать. Чу-чу-чу-чу-чу-чу. Это прямо вот сейчас встанет на новый трейлер. Слушай, ну давай про Грома мы будем говорить всё время, но давай про Тихона Жизневского, в первую очередь, поговорим. Ты же в кино снимался давно. Ты начинал там в «Дикарях», да, Шамирова? Да, первый раз я снялся в кино, это было ещё в 2005 году, когда я поступал в институт, в театральный, меня заметил какой-то кастинг-директор, подошёл, сфотографировал, говорит, вот приходи на пробы, я пришёл. Приходи ко мне домой. Да, приходи ко мне домой. Там я чаем угощу. Ого. А счётчик с трекотов геев ещё повышается на одну планку. Значит, я пришёл, меня утвердили, я ещё не поступив в театральный институт, поехал сниматься в Крым, созвёл. С голыми женщинами? С голыми женщинами. Для меня это всё было ново и неожиданно. Я думал, как так, это невозможно. В общем, замечательно. Квасили там ребята, скажите. Да, они все там пьянствовали, я тоже там даже чуть-чуть выпивал. Ты же подросток был. Ну, мне 16 было за меня, он лично отвечал Гошку, сынку, он мне там запрещал, то есть он наставлял, да, то есть он так, ну, берегал, потому что шуршал. Он говорил тебе, Тихон, вот когда я на тебя смотрю, не смей бухать. Не-не-не. Вот, потом, да, потом в институте я ещё снимался на игре, и потом я перестал сниматься, потому что понял я, что заниматься мне этим не стоит. Неинтересно было или что? Нет, просто я увидел, что я делаю на экране, и мне стало ужасно стыдно, горько, больно, печально. Захотелось напиться, я напился, потом посмотрел ещё что-то. Мне стало отвратительно, то, что я делаю на экране, меня абсолютно не удовлетворяло. И вспомнив то, что я учился всё-таки в Щукинском театральном институте, я пошёл и начал обучаться театральному делу, ремеслу. Обучился ему, поехал в Александринский театр, начал работать в театре, и мне это дело очень понравилось и нравится до сих пор. начал осваивать профессию театрального актёра. И в какой-то... В который я сейчас... В большую часть своего времени. Или всё-таки... Сейчас много, да, съёмок, но тем не менее я стараюсь всё равно пытаться в театре оставаться. Вот. И в тот момент, когда мне показалось, что я уже что-то освоил, что-то понял и набрал какой-то мышечной театральной массы, я решил, что вот, в принципе, сейчас, если вдруг вот случится, можно бы и немножечко попробовать. В общем, я вот снялся в фильме «Огонь» Лёша Нужного, посмотрел меня, ну, мне понравилось, ну, в целом. Всех понравилось. Тебе не понравилось, я знаю. Мне говорил, ты сказал «фу, тихо, фу». Нет, неправда. Тихо, тихо, он такой трогательный. Тихо офигенный там. Артём подходит и говорит «фу». все-все поблагодарили похвалили я подумал что ну возможно может быть ну стоит еще попробовать этим заниматься и тут как раз и появился майор гром да ты же прямо практически с последней смены огня приехал на грома да у меня еще да вот было три часа смена смены по шалевшим просто привез да там трое суток не спамши приехал вот это все увидел ну я увидел что ну то есть стоит куча дорогих машин куча людей в дорогих костюмах и я подумал ну ладно я тоже приехал знаете ли не просто так это сериалы нтв и так сразу как-то и так сразу в первый день мне кажется вот я лучше уже потом в этом фильме в нашем майор и громе уже лучше не существовал чем в первый тени а был какой-то наглый ты ошалевший немножко был звезда на площадке отец ворвался в здание вот и при этом он какой-то нтвшный сериал же у тебя был в биографии что там где за ментовские воины 7 есть слушай было значит программа максимум показать что скрыто сейчас мы выйдем на чистую воду я не помню там их несколько было в каком-то из них я точно не помню в каком был интересный случае подошел к режиссер и сказал вот каким бы вы хотели видеть моего персонажа можно быть каким-то обаятельным или отрицательным каким-то положительным добрым злым ведь он ел на завтрак мой персонаж да что он ел на завтрак и человек не сказал слушай ты только пришел на площадку ты хочешь сразу всех за да ну уже потом когда вот сейчас серьезный проект начались такую же конечно нет уже замечательными режиссерами слушай я надеюсь все посмотрели огонь ну и в кино и вроде как многим людям он понравился все понятно рыдали я не рыдал но по одной простой причине потому что полтора года назад тихон проспойлерил проспойлер мне фильм я просто хотел подготовить тебя чтобы у тебя не было травмы если вы не смотрели еще фильм огонь проскролите немножко сиди несколько секунд но там была такая история по вышел самый первый тизер или что-то такое и мы там на съемках все мы расстроили что тихо на очень мало было в тизе он там был классный кадр там я все помню я говорю тишину как вообще фильм тишка слушай хороший у меня там вот такая момент слезливый но я там так красиво умирают там детишки спасая их вертолет я говорю как зачем немножечко но я просто оберегал оберегал да да в майоре громе ты выживаешь я надеюсь слушай но там как раз таки у меня кажется что именно в майоре громе у зрителя будет возможность именно решить самому эту деталь то есть выживет ли игры для или с ним что-то произойдет плохое то есть там будет некий такой экспириенс нажмите на кнопку на пульте понятно то бишь то ли он останется жив то ли он какую-то переместиться в другую какую-то плоскость пространство то ли он станет угрем опять же опять ты мне напомнил кстати классные случаи который у нас был на кастинге нам один актер который которому предложили играть роль кирилла гречкина он сказал что мне в принципе все нравится но у меня есть одно условие мы говорим так интересно какое условие будет но вот я смотрю мой герой по сюжету фильмов его убивают он сгорает в машине и оживают медведь да но я хочу чтобы во второй части его дух возродился и он помогал мою огрому в виде светлого духа или в виде темного духа ночному доктору подобно фениксу вас глубокая вы подумали на другого классный юра просто шикарный юра красавчик ну чё давай раз уж сам начал говорить про огонь это роль которая тебя создала во многом глазах массово зрителя тебя заметили то на съемках огня на фотографии инстаграме это тихо наношить до того как вышел фильм да нет я говорю на фотографии в инстаграме мы увидели классный по съемок как раз огня увидел график дима чеботарев вы те люди которые догадались просто постричь тихона и что-то получилось у нас у нас будет шикарный ролик про изменение внешнего вида наших основных ребят которые наших основных актеров и там про тебя очень много и там все рассказывают как они мучились когда стригли тебя красили вот это все слушайте да это было очень страшно это было очень как-то неожиданно для меня кардинально менять внешность это только теперь я понимаю что наоборот меняя кардинальную внешность у актера есть возможность быть не похожи на себя в предыдущих ролях то есть есть возможность как-то перевоплощаться в какой-то степени понять что так или иначе все равно это ты но 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 когда меня постригли то есть я посмотрел на себя увидел какую-то совершенно другого человека то есть а до этого одну то я себя видел ну кудрявым милым приятным алёшкой таким добрым светом которым я и есть я и есть такой душе на самом деле но в человеке замешано все все в человеке есть как говорится холодно ли горячо ли вот мы брали холодные струны вот собственно это здорово это как бы в этом и заключается профессия артисты пытаться перевоплощаться менять внешность и ребята предложили мне постричься сказал ну что ребята предложили мне вообще собственно греб роль майора грома я сказал я конечно пошел потому что мы смотрю там даже вот при приглашении нарисованы сразу какие-то референсы картинок то есть как вы то есть серьезно с презентации какой-то какой-то типа подошли рода дальний человек что как-то серьезно люди но снова надо сходить ну конечно ну естественно но это не заходил ты пришла видео я помню да я попросили записать видео изначально чтобы зачем его но посмотрите это кучерявый вот этого звать давайте сперва видео хотя бы он пришлет может быть ну посмотрите какой же это майор гром то же самое и я собственно им сказал когда меня утвердили ну ребят вы серьезно какой я же это у меня же это я же не супергерой аж это мне жить не штуку из рук ну из рук не вылезают но тем не менее ребят сказали нет 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 олег сказал нет в тебе есть все что надо и у меня внутри так а я уверовал в себя потому что до этого я был не уверен в себе молодой человек застенчивый милый час вот ну сейчас как с уверенностью получше да хорошо но ты включаешь иногда в себе внутреннего майора грома в каких-то ситуациях тебе помогает как-то ну вот и вот и когда поймал вайп на съемках вот такого уверенного такого я его дело в том что я делал максимально не тихо ну да да но дело в том что в принципе его по жизни время от времени включал и до майора грома просто он был ну с кудрями со светлыми волосами позитивный добрый но время от времени я мог я мог человеку сказать ну что-то такое резкое что чтобы его ну немножечко утихомирил и успокоил очень вкрадчиво нет уже смотришь мне уже страшно потому что в природе видимо она где-то ну там тоже есть ну то есть разные желание лупить людей качество человечества и человеческие вот и видимо вот какая-то жесткость такая внутренняя собранность тоже было и вот но мы просто ее как-то попытались немножечко открыть немножечко ролики мне кажется из тебя просто максимум всего потенциала выжил прям в кадре просто сочится но у нас в маскулинность брутальности прямо смотришь думаешь я хочу быть таким как он потому что он использовал новое слово в режиссерском подходе в работе с актером он использовал термины такие термины какие кучка номер один к номер два играем спиной играем спина да то есть вот лучше все самые вот мне который больше всего момента нравится и я научился спиной работать то есть когда то есть это когда затылок гуляют когда складки когда уши шевелятся волосы то есть вот и по через это ты как бы понимаешь что но человек то просто вот ну когда разговаривать что-то болтает на него крупный план ну это везде так любой сможет так любую на ты затылком сыграть а вот сыграть затылком а давай немножко по фан-герлим тогда вот в огне твой персонаж до шустав до максим да я 2 еще максим есть они же все немножко ближе к тебе как раз вот к такому светлому позитивному человеку у тебя в этих персонажах больше твоих черт как я поняла не знаю еще к сожалению не видел майора грома да но гром гром же максимально грунта холон и при всем при этом человек с юмором то есть человек достаточно и веселый можно даже сказать как в какие-то моменты но эти персонажи они конечно как я думал мне ближе но уже сейчас вот все притягивают уже просит вот чтобы я такой был вот уже со стриженными волосами то есть уже все немножечко хотят героя любого не что-то там характерное такое веселое что-то доброе позитивно а что тут уже все хотя давай герой любовника играть давай на низах там такого серьезного уже вот но это но люди увидели то есть им даже даже показал показал свой шоу кейс называется и люди поняли что не только в смысле в смысле что-то что ближе я имею ввиду что ты сам до помнишь мы придумали еще на съемках что есть игорь гром а есть истижка грунтишка грамм и тишка грамм это классный парень который выходе придумали персонажа тишка грамм который добраться это брат игорь который любезней женщины угостишь и на рублей пятидесят семьдесят в дороге поистрепался моя шхуну затонулась это просто наш гром гром верст какой-то можно запустить до грамма наш да вот бы то была голова германа вот что такое же вот и как раз тому что за за кадром ты максимально был тишка гром в плане слушай мне кажется дело в подходе я как раз на сериале топе общаясь с режиссером владимиром мерзуем установил для себя такую очень одну интересную вещь я к нему подошел мы с иваном янковским очень часто там веселились то есть дурачились пили какие-то песни какие-то играли в игры бесились то есть но вели себя как вот но абсолютные дети и мы к нему подошли в какой-то момент спросили владимир владимирович а вот ну вам не кажется что мы перебарщиваем что это он говорит нет нет ни в коем случае все очень вы правильно делать артист должен быть инфантильный он должен быть как он должен оставаться ребенком потому что как только артист становится я я но 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 серьезным глыбы то есть он он теряет вот этот момент игры потому что так или иначе актерская профессия как мне кажется это как вот ну как дети играют в войну в они абсолютно увлечены момент ну то есть с палкой с какой-то с мастрелом там и вот они полностью увлечены этим процессом что это процесс игры он на руку ну то есть в этом нет серьезно я так перевоплотился знаете что я теперь до сих пор я теперь до сих пор хожу и бью людей ищу ты я игорь гром то есть ну вот когда вот люди начинают как-то так серьезно-серьезно относиться к своей именно роли мне кажется это ну хотя это тут разность подходов именно в них даже волоката помогаетская школа внешку школа представления то есть это школа где где как раз ты кривляешься ну можно так с грубо говоря появляется что ты не не проживаешь все а ты да ты как будто как как бы так намеком все-все об ну как бы да такси сверх ну наверное не знаю может быть я еще где-то попадутся ролики нужно быть серьезное внутреннее проживание я буду сидеть с утра до вечера переживают в кадре показывает но именно потому что ты спросишь что в майор и громе то есть на площадке я ходил и веселил группу то есть и совсем балагурил то есть смеялись потом какой-то момент когда тебе нужно ну собраться ты собираешься то есть и переключатель но получается что ты идешь из состояния но полного какого-то такого-то веселья с ним тоже главное конечно не переборщить потому что можно пережать и у тебя просто энергии больше не останется вот а когда ты то есть переключаешься резко ты как-то более безответственно относишься к материалу вот именно вот это и интересного как мне кажется в актере но если тебе не близка школа игры дэниел дель юиса который там учился но ты знаешь нет мне было очень интересно я вот хотел бы попробовать сколько людей ты отлупил до момента как вжился в грома я не знаю может три четыре человека вообще не драчу по жизни никогда то есть но не был в каких-то конфликтах замечен то есть и дерусь не я задушить могу придушить я могу придушить нога и нога и на боже мой из этого не так как бы еще лиц чем не гарри поттер но смотри помимо того что у нас вышло еще видео на канале про твою физическую подготовку и помимо того что ты изменился лицом там волосы да цвет волос и голос и голосом да ты ты еще прошел просто безумно сложную подготовку физическую в плане тренировок и в спортзале и с каскадерами и это на самом деле поражает сколько ты вложил сил и энергии во все это ты же очень сильно походил специально ты занимался по 4-5 раз неделю тренировался каскадерами расскажи как тебе это все было тебе это все в новинку было основная сложность была в том чтобы именно этим всем заниматься практически во время съемок то есть ну в какие-то свободные дни либо после съемок то есть либо там до смены грубо говоря то есть не было времени особо на подготовку там то есть полгода то есть я из одного проекта сразу пришел второй начался и то есть нужно было сразу в этот момент то есть к финалу проекта уже быть ну когда там где-то раздеваться уже там все было было красиво за что огромная конечно благодарность володе там тренерам всем каскадерам ребятам которые помогали готовиться это конечно но это здорово вообще и здорово когда есть такой подход когда есть возможность но поменяться но то есть не только там внешне но и физически там то есть это вот вообще мне кажется это вот сам сам самая здоровская нашей профессии ну то есть не то что ты там грубо говоря там шмот разные надевать все время как бы с одной и той же прической гонзаешь ну то есть где-то там чуть больше чуть меньше чуть добрее чуть светлее бубнишь это наверное не очень интересно хоть может быть и прибыльно но интересными что можно и вот и изменить внешность изменить форму и с удовольствием не знаю как он гробуна бы сыграл толстого как он деда бы сыграл как у такого поста какой-то бородой с пластическим грин а то есть в этом как бы чтобы ну не узнаваем чтобы люди игры это ты ну когда я у меня недавно был короче я говорю на съемку парень подходит говорит можно сфоткаться игры да давай он говорит а где-то снимался грану там есть фильм снимался ну где в последнем говорит ну вот огонь уходил он так а вот и там играешь и хобинского я ему показал помнишь там такой мальчик кучерявый паскеток и он чуть не зарыдал то ты ты живешь жена-жена любимый это ты да то есть ну это здорово когда люди тяну то есть не узнают просто ну прям вот мне кажется это прям самая интересная здоровская наша профессия но ты чувствовал себя машиной когда у тебя появились кубы и когда не что я смотрю так мощи я просто в зеркало мне нужно было мне задача каждый вечер но не каждый ладно и в руку раз в три дня где-то тренеру я должен был присылать фотографию он должен у меня было в основном беру так хорошо работаем работаем в том же направлении вашим я все время писал все так отжимание не пропускал сегодня давай я сегодня в зале был уже вот все с володя мы все прокачиваем давай еще отжимания вперед и все ты ты все уже сил не все все но потом смотришь такую об куба турку как не есть я ничего рад реки конечно и фильме просто шикарные помнишь сцена где ты переодеваешься и там камера ну там в районе было что я гола жопика вычет и ну решили это но ты был в трусах но я-то говорю давай у тебя нет ни разу мы решили ну такая теперь классная просто мускулистая классная это было требование артема спасибо дело работа над ошибками попочка должна без по мне там все есть да если вы увидите краешек этого кадра там видно там там есть но это потом уже на скрины на ваймах все знаешь чтобы на скрины смотрю там где-то вот мифчики вот там по топе я смотрю там twitter открываешь там все в скринах все скрины суши на топе вообще да можно же мы артем чуть-чуть на сериал проспойлим тебе его суши в топе опять во первых ты во всех своих последних рах ты с усами ну вот сейчас вот сейчас вот поэтому как тебя узнают вопрос вот не узнают да что мне честно говоря очень нравится я тут сидел недавно я хожу в петербурге в ямские бани это бани в которых парился владимир ильич ленин федор михайлович достоевский это древние бани здание не боишься там париться нет они все умерли нет но просто мне нравится именно когда ты сидишь представляешь это представляешь что федор михайлович вот сидел вот в углу где-то в парной голый понимаешь такое все у него там как у людей такое же все и вот он так бороду чешет голый потеет и думает как же он напишет это очень любопытно и я думал о том что я скоро возможно не смогу ходить спокойно в свою любимую баню да и придется ходить какую-то селфи в сауне за круто будет ли народ приставать и я очень рад что меня вот ну не узнает народ что ко мне не подходит там а можно сфотографироваться вот этого нет это очень здорово круто я думаю тебя скоро начнут вычислять ну да ну в какие-то они будут нарисовать на зоне я буду не представляешь а я буду чтобы шифроваться надевать толчинку так толстого человека подай семёныч семёныч дай паркур сумок сумок костюм да да чтобы в родную баню ходить так запарился сумасшедших на баню люблю суши в топах у тебя во первых тебя там много там клёвый ну то есть и помешан на сексе помешан на сексе это да ну есть не раз да немножечко озабоченный парень причем это твоя была просьба и режиссер вообще нет и да нет то это прописанный текст дмитрий не придет нет конечно на много твоих шуток там ну как бы есть какие-то моменты когда моменты они там есть да то есть когда ты такой отключаешь такой дать тихо да 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 и колюхи на диск какие я говорю поэтому человек он же много в себе одну содержит несет как и в огне там то есть есть тоже много моих моментах я тоже могу быть добрый светлый хороший по отношению к детям и женщинам на тени а если моменты которые мне как человеку ближе вот персонажа максима и 100 какие-то такие и по но он такой упорный при этом горный он да такой вот террорист еще на кстати на момент когда выйдет подкаст я думаю сериал еще на уже закончится давно а мы сейчас еще не смотрели финал так что иван янковский или филипп бледный филипп бледный филипп бледные в первую очередь вообще самый лучший друг мы с ним знакомы уже 16 лет это вообще-то это кровь маята плоть мая это все моё понимаешь мы с ним пережили такие такие за таких замесах бывали старичок и в девяносто третьем на одной шканере лежали понимаешь и водку пили с печеньем понимаешь родными черпали же на медведя голыми ходили или одни хоть и на минополе и мужчины на минополе играли три гола за безумно люблю ваньку инковского и рад и счастлив что у меня появилось возможно познакомиться с ним потому что я вообще когда начал всеми этими театральными делами заниматься я был в восторге просто и до сих пор это один из моих любимых артистов олег палыч табаков почему высказали хаман ченковский олег иван ченковский и поэтому для меня хотя у меня мечта была с ним в одном театре работать то есть вот к сожалению жалко что ну ваня дедушка уже ушел и то есть я бы я бы уже сейчас точно с ним познакомился у меня была такая возможность правда и поэтому я рад что вот мы с ванькой мы так сошлись вообще сша топе тебя в первую часть сценарием привлекли или вообще конечно именно не что конечно я прочитал мне понравился очень сценарий и мне понравилось когда пришел на пробы как режиссер то есть как он разруливал как он создавал сквозной какой-то действий второй план какую-то то есть то что не просто текст вот как вот за привет как тебя зовут ну то есть надо первому плану там ну что ты какие то есть подтексты какие даже много трипов всяких какие-то интересно очень устраивает но задачу выстраивал но то есть интересно придумал увлекал нас то есть какие-то интересные задания дал прям перед кадром то есть это это огромный просто опыт колоссальный круга после этого ну прям даже мне кажется стал наглее но в хорошем смысле в профессии ну как-то мне кажется так немножко замутели стал так наглее конечно после гром тоже наглее а больше еще предлагали смысле тоже так не вагончик вот это не машин такую здесь это так не делаешь нет делаю конечно нет именно в смысле какой-то но актерской работы понаглее чувством после топе и после украины у вас есть получается 2021 год твой год ну не в чем сейчас выйдет но первое ровно то она же не будет очень долго а потом все будут пересматривать грома а потом много разу весь год смотри игру но такого судьба актера до что у тебя то пусто-то густо нет сейчас у меня вот в первом оскаре занимаюсь спектакли опять же надо я пообещал в театре что я обязательно вернусь поработаю что тоже никуда я ни в коем случае не хочу бросать театр очень безумно сильно его люблю дома и но дача театр дом да кстати на когда был была пандемия активная фаза ты же уехал куда-то за гора там чуть ли знаешь это не сам выращивал поросят гуси другого города я поехал в деревню в ленинградской области на ладоге туда можно добраться только на катере туда не ходят поезда автобусы туда нет дорог даже туда на машине не приезжаешь и подъезжаешь мосту к речке человек в лодке который принимать монеты который откладывается монеты тебе кладут ты говоришь не смотрел топик вот и это замечательно да мне понравилось в пандемию я там ловил рыбу ну как ловил я брал и голыми руками просто браконьера брал и ловил голыми руками значит жарил ее там делал заливные всякие там мухи варил вот и нарубил дрова то есть там нет связи здорово классно я вообще люблю одиночество и люблю находиться где-нибудь на природе где-нибудь один не нибудь смотреть на закат рыдать посылать свои эти позитивные вибрации и вибрации космоса ну то есть вот ну нравится мне это дело но давненько этого не было ну я надеюсь и не будет потому что я желаю тебе прям очень такой яркой и долгой карьерой и красота тебе оскара не только первого спасибо мне кажется что у тебя все получится потому что ты очень целеустремленный и талантливый приятный но день рождения 30 августа тема что ты такой классный и что у нас так получилось вместе поработать я андре не но я тоже вам безумно благодарен что как я не знаю правда что получилось я надеюсь очень сильно я переживаю дико безумно мне очень страшно я надеюсь что большинству бы все равно будут недовольны люди от этого никуда не убежишь но большинству понравится этот фильм они услышат ну то есть увидят этого персонажа я очень и я крайне благодарен за то что мне доверили ну вот этого такого вот основного центрального персонажа из из вашего детище из того что создавалось ну ты сейчас посмотрев просто многие твои другие проекты можно точно сказать что твой гром не похож на других героев твоих вот это вообще это самое максимально по моему работа чтобы постараться не позитивный не веселый не разжигающий в людях и не занимается сексом беспорядочным все уже показали надеюсь что то есть это будет что-то новое отличат расскажи ты помнишь свой первый первый пробы свои когда ты пришел на грома ну да но помнишь я вот просто опоздал вы именно в вот именно в этот в этот день на пробу я опоздал я уже пришел я очень хорошо молниза я пришел был серёжа горошка которого которого было такое немножечко флегматичное лицо который ничего не хотел то есть потому что я уже потом узнал что он ходит сюда как на работу уже 7 месяцев найти кастинги и пробы ходит и пробует громов этих что он их уже видел и он так что то ну как то я думаю ну наверное ферзь какой-то ну как минимум наверное брат дикаприо ну давай ну ладно я не начал ни на что не надеялась то есть я не рассчитывал потому что я одну объективно себя но оценивал как там я видел в зеркало что это не не гром я поэтому так и как-то безответственно и попробовался и в общем поэтому видимо и понравилось али и потом еще он второй раз же я пришел еще раз мы попросим что же никакой а потом когда мне сказали что мне утвердили глюну ребят новую серию творить я кстати помню момент который не сразу после кастинга ти тише мы с горошка пошли в бар не новая история и серёга полчаса рассказывал про тебя он говорил тише вообще то есть прыгать ну серёга уже опять с таким фрагматическим роли лица говорил ну вот всех все вот 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 нет вот нет вот а этот тише да тише тише да не но у меня удивительно покорил вот как раз был момент когда вот он был вот такой как настроен с высока как очередной пришел да сейчас у меня занят еще разумовского включая сейчас мне лететь на площадку в другую часть соединенных штатов и такой ну давай попробуемся и что-то он начал говорить я смотрю так он такой и включился и такую же смотрит и под конец он такой да только уже стал общительный такой сбросил себя это с песен знаменитый стакан и потом да мы как с ним хорошо поладить но не вообще хорошо с ребятами со всеми поладили с любой любый передай привет и в камеру не знаю где ты я не знаю где ты с кем ты приготовил тебе котлет кстати у вас там ну на мой взгляд одни из самых клёвых сцен фильме это сцены совместные грома и июля не к езда каждый раз когда смотрите сцены реально уже сколько раз мы смотрели фильм я улыбаюсь они притягиваются безумная вот эта энергия между вами и от тебя она просто там прет валом но я потому что у меня есть друг моряк такое ощущение что его за пятку в детстве взяли и в бочку с афродизиаками окунули что у него подошел но собирала так колбы с него и вот так вот на сцену с любой вот так себя не чтобы не шло как это мужская энергия больше больше и мы с любкой вот это все мужчина женщина не но очень хорошо и очень тонко и аккуратно прошли по всей этой да хорошо все это я понял вы похвал давайте критику какую-то что плохо давайте сразу сразу до давать сразу ну как бы ну не конкретно что вот что чего не хватит не смысла смотри не критика но но момент мне кажется не всем зрителям сразу удастся подключиться к игорю то есть из-за того что он сам по себе такая не сам приятный персонаж в начале фильма самый приятный персонаж что что он но это ну да это так и хотелось так и задумался абсолютно правильно это это не критика а именно то что мне кажется будет какая реакция у зрителей в первую очередь потому что все видели тебя другим веселым добрым хорошим а тут будет такой волк-одиночка который был неприятный но такой нудноватый неприятный дерзкий дерзкий дядька который вот хамит он там хамит и нудит еще все время и к другим людям как бы держит всех на расстоянии то есть максимально не тихо ну да потому что тихом то любит изгиб гитары желтый доставайте свои бардские шапки свитера все нормально слушай одни из самых крутых наверное не важных линий фильме да это твои отношения с прокопенко с лисея константиновичем маклаковым да с которым у вас сцен дофига совместных больше и там реально у вас ну тоже делась химия потому что с тем юмором как вы лепили пельмени мы еще долго будем вспоминать и что вы лепили расскажи вообще про актерских твоих партнеров кто я я уже не знаю где-то говорил об этом про партнеров на майоре громе у меня во время всего съемочного процесса не покидал ощущение того что ну я здесь просто ну вот но не должен находиться из-за того что все мои партнеры они какие-то как боги все играют просто как какие-то голливудские просто топовые элистеры просто не я такой я коллегу все время подбегал горе олег они же ну они же все что-то играют хорошо так я такой что-то прямо вообще никакой давай что мнение не все хорошо все него на данном игрушка смотри такой хорошо и любка так и все потрясающие дима и все цитилим на какие-то такие выпуклые объемные всех образа я так учет просто никакой нет поэтому я вну и прям правда восхищался восторгался тем как ребята работают мне прям я даже но чему-то у них там подучился чуть подсмотрел к ну ты знаешь есть такого выражения украсть сцену или украсть там часть фильма какого-то но он там нет такого что кто-то у кого-то и огонь что ну да но в мере грома нет такого что кто-то у кого-то краю сцену там все очень гармонично и все друг друга дополняют нет такого что кто-то на себя перетягивали или ансамбль да да очень-очень гармонично получился выстроить все находятся в гармонии друг с другом и очень много людей говорит что каст вообще идеально подобран и это ваша заслуга то что вы так друг другом взаимодействуете что создается правдоподобное ощущение здорово ну я вот прям ну опять же все равно вот спасибо но я очень дико переживаю волнуюсь чтобы смог когда я сам ты останешься недоволен видимо уже но смотри но вот он верил америл успеха в твоем случае какое будет вот и когда ты поймешь что ну ну что мне плохо не будет но у меня не захочется напиться если мне не будет тошнить ну то есть прям физически то есть если я буду смотреть и понимать что этот человек ну этот персонаж имеет право на существование это уже будет здорово если он еще какой-то будет при этом интересный обаятельный какой-то и сложный в каких-то местах это вообще тогда будет успех суши вот про сложность как раз ты же комиксы все наши прочитал и я ты уже не раз говорил майор и грома да естественно естественно про грома и ты уже не раз говоришь тебе больше всего нравится история когда он перестал быть майором да да и стал страдающий дешевле не личности начинается когда он становится уже вот просто там это страдоста страдающий все время с болями со своими вот этот вот человек вот но отсюда родился тишко гром как раз его брат какой-то упавший такой вот ну просто вот такой расщепленная личность человека конечно это всегда интереснее и здорово тяжелее играть на каких-то здоровых людей проще сыграть каких-то сразу психов или больных или каких-то людей расщепленных вот но это было да там это там здорово написано как он вот и потому когда начинаются с ней с ним дать все хитросплетения именно мистически он связаны вот это все тоже что добавляется в плюс ко всему что он там таблетки все время глотаешь тем прям тяжело и интересно было бы это все это конечно было бы круто чтобы вот ну его сломал в какой-то момент что там он всех потерял то есть вот ну и как вот через за это через это вот но супер 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 критическое такое состояние и обстоятельства человек как он пробивается через это через все это было бы здорово ну дай бог что у нас выйдет будет много всего 2 3 4 5 фильмы да и ты кстати сказал что ты во втором фильме я помню техниками подошел по схему говорит тем все круто но во втором фильме я хочу просто быть машиной я хочу заниматься до 3 раза больше аналогию мы проводили как раз южи ку-джек манда когда к нему подошел продюсер генеральный после первых людей к 1 явился да да где он там я все вариант совсем специальные такой послушал так хью джек ман он тоже парень длинный значит снимал супергероя какого-то центрального супергероя во вселенной игры думаю посмотрю что ты у него из рук да штуки у него из рук думаю посмотрю я значит на перемоткин домотал и я смотрю да он же дрища первом фильме он просто дрища такой все в клетке в первых людях икс там джек ман очень тощий он только приехал из австралии и когда хью джек ман значит дрищ значит но я имею право быть дрищом но они поговорили там с продюсером после первой части они посмотрели кино и продюсер подошел он говорит хью ты видишь и он ну там есть интервью где он говорит и он говорит да и тогда я понял что ну что это ну непозволительно что это ужасно и плохо и тогда я начал превращаться просто в машину и вот я бы тоже если бы был второй фильм я бы наверное прямо когда когда будет второй фильм значит я бы хотел уже да немножечко но я все равно машины не буду на я просто бы такой стал более машин рельефным такой прям более такую ты помнишь это это эту замечательную сцену про который я постоянно рассказываю у тебя дома когда ты с голым торсом весь сцена с намазанный маслом чем-то полномазан да с голым торсом и с шавухой с димой ты же весь день до этого не ел чтобы у тебя ну да да и у тебя и специально еще жидкость ушла из организма чтобы ты был сухой да да и ты помнишь как ты это тебе надо откусывать шавуху и есть ее но есть нельзя потому что у тебя сразу до живой появится и был момент что ну в начале утром пока снимали и пока все было подсушено и съедено даже было таблеточек чтобы вышла жидкость то есть но чтоб совсем сухой был такой все вот приличный такой красивый дяденька но все с прессиком но потом все равно там в кадре ты потихоньку то и и восьмому уже так ну смотри вот видишь здесь вот хочешь чтобы он боролся да там уже чуть-чуть не втягивай живот не втягивай живот оставь как есть живот не втягивай я не втягиваю меня уже на автомате просто у меня уже такое нет я вижу ты втягиваешь ну и там без какие-то у меня недостатки не надо ну прям помучиться пришлось в этот день ты же там еще в ванных и лежал в холодный который уже успел остыть просто на момент да но все на того стоило мне кажется там то уже хорошо было в тепле я уже был здоровый уже целый был еще и мышцу порвал на ноге и руку да это вещи к прям капец ну хорошо бегал да я бегал бегал разминался перед бегом потом бегал потом пока ждал перестраивали кадры подмерзал потом опять бегал и в какой-то момент уже вот так вот то холодные то горячие мышцы то есть и она надорвалась и потом дорвалась пока бегали на следующие дни и сильно она так порвалась что все черное там стало ребята надо сказать просто реактивно как-то все полностью то есть вот как голливуде делать на там на год откладывают конечно но у нас такой возможности не было но они все равно там все перестроили полностью чтобы движуху всю перенести на попозже чтобы не ходил к специально я ходил специальному врачу который брал у меня кровь из вены отделял оттуда на центрифуге мою плазму и плазму это он так вот прям начинял мне прям мышцы вот это была такая интересная процедура такая ты прям а он начинял ее прямо твоей вот плазма эту мышцу прямо в то что там гематома разу черная нога такая какие-то магниты заморозки какие-то какие-то виброфоны надувающиеся какой-то каштанина в общем там тоже врач каждый вечер полю за две недели сколько недель вес по недели то есть он ее как бы но чуть-чуть купировал то есть рассосалась это гематома все равно конечно нужно было обвязываться там и это все аккуратно и как раз драка уже подошла вот это через две недели а и на этой драки ты начали нет на этой драки аккуратненько мы все справились и ничего не по не пара не пол не поломали не порвали потом уже ну вроде нога разошлась так все внимательно к ней относясь начали уже снимать следующие драки через три недели и дальше уже вот но завод сиканул человеку нос сломал чем это было на репетиции да даже камера же мало не сняли к сожалению даже на плейбэк не записали тогда хоть было как там человек просто вновь ехал нос на щеке на я дико перед ним извинялся был так неудобно просто человек профессиональный боюсь оставляешь но тут человеку взять и нос надо лупить людей у тебя потом же был разрезу с рука меня сразу повезли в больницу зашили там же три шва кинули обратно привезли ну давай обратно перемотали тряпкой вот от тряпкой появилась самое самое интересное что это был это безумно крутая история что тихо он пришел уже после врача с перебинтованной рукой что делать будем я говорю давай короче ему обе руки олегу давай обе руки ему забинтуем и чтобы он с этими забинтованными руками ходил по всем бедным районам выбивал информацию и эта штука перекочевала собственно в сюжета и у нас типа образ такой сложился что вот и с бинтами и даже что на работе чтобы не было даже твоя фигурка она с бинтами вот настолько какая-то мелкая вещь которая повлияла на производство она прям начала жить своей жизни это очень круто мне кажется тоже скажи скажи пожалуйста про свою самую сложную смену на твой взгляд я знаю даже какая-то смена но я хочу чтобы сам про нее рассказал но самая сложная смена это ну вот это драка наверно в казино драка в казино потому что все было в режиме очень очень нужно было все быстро быстро снять потому что поджалось там локации то есть стало меньше времени и нужно было впихнуть больше материала в меньшее количество времени и все время нужно было драться и драться а нога вот она ну то есть еще она так соус-соу то есть еще ни туда ни сюда вроде зажило но как-то так с опаской там нужно активно драться и там у меня даже лестница стоящие было да да и все это нужно было делать кучу дублей двое суток я просто уезжал оттуда и прямо мне хотелось кого мама мамочка возьми меня пожалуйста домой положи жалей меня корми и не давай этим злым дядькам которые пьют вот это куда было тяжело я не ожидал честно грей я не думал что сниматься в главной роли вообще но в большом проекте это такой степени сложно тем более когда речь идет о проекте где но есть какая-то физуха движуха я не ожидал я просто столкнулся и после этого проекта я выдохнула такой думаю да не уже добыть такого не может эту конь я то есть думал что это как-то все гораздо проще типа что вот артисты вот они там на экране ну там она где-то делать думаю ну это ж легко это ж легко и прям после этого такой думаю не были но я сколько я вывезу как будто это больной уже под конец было уже все вес ушел уже тяжело конечно тяжело было но зато сейчас класс сейчас 30 градусов мороза в ночи в тулупе на улице и так чаю попил лево что должны мы снимать и когда ты горячую воду кидаешь гератоносе да 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 суши раз мы начинали в чем сила в чем сила майора грома потому что у есть противник чумной доктор да у него идеология огнеметы и тебя жгли на съемках а ты полицейский против злодея он никого не коррумпированный полицейский да это это супер важно да взяток не берет хороший парень поэтому то вымышленные супергерой до который не берет взяток наверно в какой-то стиль вообще вся полиция была же прям перепродумана для помнишь участок на невском проспекте конечно конечно все переделано в чем сила до сила сила как раз вот в его непримиримости его несогласие вообще с методами и это тоже извечный вопрос по справедливости или или поэтому как там по закону по закону по закону или по справедливости вот он этот вопрос и пытается решить по справедливости или по закону и решает в какой-то момент что по справедливости но возможно потом решает что по закону а потом решает он решает опять что мы не важно все время вот ну то есть он находится на стадии вот это вот борьбы внутренней но это вода уже как это пошли на воде Да сильный просто мужа, который лопит людей. Что я придумал? У меня закон спривет, что-то решил умного врубить. У меня, знаешь, основное воспоминание о съёмках с тобой было такое, что для меня это всегда был такой просто американские горки эмоций, потому что... и всегда хороших. То есть там было так, что мы выходили на какую-нибудь драматическую сцену, и ты там так просто исполнял, что такой, вау, план к ожиданию просто пробита. И потом на следующий день у нас какая-то супер-драка, в которую нужно в огонь прыгать и уворачиваться, и ты такой, да я всё сам сделал, каскадёр нужен, короче. И ты берёшь и это делаешь, я такой, пи***, говорю, а есть вообще что-нибудь, что он не делает так круто? На самом деле было немножечко не так. Я просто подошёл человек и сказал, вот тебе огнеупорный костюм надевай, сейчас тебя поджигать будем. Он мне сказал, давай-давай, надевай, давай, побыстрее времени. Я такой, ну ладно, давайте, облили, я вижу. А-а-а, я горю! Не, подожди. А когда ты делал кувырок в огонь? Да, да. Это было так страшно, мне было просто даже смотреть страшно на это. Что ты испытал этот момент, я вообще не представляю. На секундочку бы позже. Не, ну всё равно, там Саша Стоценко, все ребята такие, ну все профессионалы, ну чё, это все лучшие люди, которые есть в этом направлении, они все заботились о том, что там ничего со мной не случилось. И то я умудрялся тогда плечо выбил, когда вот это вот я делал кувырок просто вот, ну обыкновенный. Помнишь, сверху, и когда у меня туньк, и плечо, ага, у меня кажется, ещё и плечо вот ввыдётся. Ты же в фургон ещё врезался, помнишь? Ну тихо, ну опять нет. Фургон врезался, да, решил, давай сейчас побыстрее, разбегусь, чтобы в него воткнулся. Да, да. И просто такой, ааа, ааа, кажется, я руку сломал. Поехали мы с Любой вот, с ассистентом, с Любкой ездили, я не знаю, раз в неделю, раз в полторы недели просто в больницу. Да что у вас там происходит? Знали, ааа, проходите. Это вот этот. Вы опять, ну давайте, что на сегодня, говорю, вот сегодня вот это вот. Короче, с Громом ты попробовал всё, мне кажется, что можно. Да, и поэтому теперь в проектах, когда что-то взрывают или сжигают, или нужно что-то, я так, ну, я так посмотрю, скажу, нет, ребят, сперва я это сделаю раз пять, аккуратно так, присмотрю. И не факт ещё, что я это буду. Что это пойду? Это просто опасно. Я уже научен горьким опытом, да. Да, кстати, во втором, Майор, кроме ты сражаться с Годзилой, так что... Есть там, да? Потому что это Кинг-Конг, да, так что ли? Именно так. Ну, смотри, мы поговорили про физическую часть, а вот про актёрскую составляющую. Вот ты говорил, что были такие замечательные, серьёзные актёры там, все очень сильные и крутые, так сказать. Вот с кем у тебя лучше динамика всего, как тебе саму кажется, с кем у тебя в кадре больше? Потому что ты тот человек, с которым практически со всеми успел поиграть, наверное, в фильме. Ну, конечно, с Саней Ситейкиным, потому что больше всего у нас с ним сцены, как-то, ну, больше всего вместе, ну, находились на площадке, ну, совместно было, поэтому с ним как-то так, ну, больше разности, и у нас, ну, такая история как-то более такая... Ну, да, чем, да, чем там и с Любой, и с Серёжей, и с начальником, с Прокопенко. То есть, ну, наверное, с Санькой, конечно, больше всего, так вот мы взаимодействовали актёрски. Ну, нет, там было классно, да. Помнишь его первую смену, когда вы на барже плыли? Да, 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 это было прикольно, потому что он приехал, не выспавшись, а какой-то на первую смену, я какой-то тоже что-то, и мы с ним давай вместе по очереди, что то он очки забудет, то я такое что-то говорю. На Nokia там выставили. Ты читал, как Мартовский кот, говорил каким-то таким голосом. Ну, осенью, что-то, короче, да, какая-то плохая у нас была эта смена, какая-то она ещё в кипятке, там нужно было в театр же бежать на спектакль, мы что-то плавали по этой поневе, ловили свет, солнце, какой-то, да, это получилось. Не, ну, потом нормально, наладили всё, всё хорошо. Не, ну, у вас очень классная, да, ты вот прямо говоришь, я просто вспоминаю, очень приятно смотреть за развитием ваших отношений. Смотри, вот ты говорил, что у тебя сейчас выйдет в интернете огонь, 1 апреля Мэр Гром, выйдут скоро последние серии ТОПи, и вот вообще, что дальше, что ты планируешь, как ты планируешь строить свою карьеру, планируешь ли ты развивать как-то сильно Инстаграм, то есть у тебя есть ли какой-то план на ближайшие 5 лет, или ты просто плывёшь по течению и... Отчасти плыву по течению, единственное, какие-то есть у меня такие внутренние установки, что, ну, заниматься тем материалом, который бы мне был интересен в первую очередь, потому что, ну, у меня там, ну, дел уже надолго вперёд, там, наготовлено. Я заметил, у меня, когда твой агент прислал расписание, я такой, ох, так, куда бы нам приткнуться? Ну, конечно, заниматься тем, что мне интересно в первую очередь, о каких-то там вот таких планов, ну, в смысле развивать свой Инстаграм, какой-то открывать там свою футбольную команду. ИП, ИП Женецкий. ИП у меня есть. ИП, иП, чипок у меня даже есть. Нормально. Я продаю шавруху. Про шавруху, кстати, будет спаси финальный вопрос. Единственное, что бы я сделал, я бы по приколу открыл шавруху просто. Дел бы, смотри, атишки. Да, шавруха, атишки. Потому что все неправильно делают, вот, ну, есть пара мест. Кстати, я тут вот сейчас работаю с Антоном Момотом на первом Оскаре, и он тоже из Питера. И он говорит, слушай, я знаю, я говорю, нет, я знаю, где есть шавруха вкусная. Каждый раз. Он говорит, нет, я вот тебе скажу место на Владимирской. Я говорю, где на Владимирской? И он говорит, ну, вот это. Я говорю, Дон Педро, что ли? Он такой, да. Это шикарно. Я говорю, я до сих пор помню эту ситуацию, когда я в 4 часа ночи или в 3 пишу Тихону в WhatsApp, типа, Тиш, а вот это самое, о котором ты говорил, говорит, короче, Тихон через 2 минуты присылает схему, начерченную пальцем по карте. Нет, это хорошее, но он не та. Вот сюда пройди 300 метров направо. Ты на шоу оценил там? Да, конечно. Сейчас будет небольшая информация, где самая лучшая шаверма Тихона. Мы прям даже взяли интервью, тебя помнишь? Лучшая шава в Петербурге. Литейный проспект, угол Невского и Литейного. Там находится старейшая шаверма Петербурга, которая первая открылась в Петербурге. Но нужно идти не в нее, а пройти 150 метров дальше и спуститься в подвал. И там чуча такой вот, прям сухой такой дидон, прям он готовит просто от души. Ну, нужно сказать обязательно отец с луком. И отец просто заваривает такую просто штуку, которую ты съедаешь. И понимаешь, что вкусовой бог поимел тебя в рецепторе. Но ты эксперт, ты эксперт, ты про нее говорить часами можешь. Ну, это вкусное блюдо, доступное. Я потому что вырос в 90-е, как бы, тогда мы питались... Крысами? Не богато, крысами. В шавухе. Да, в шавурке. Котами, собаками у нас не было их города. Слушай, ну, тебе не кажется, что это такая вещь, которая объединяет людей, в принципе, в шаверме. Ну, в шавурме, в шаверме. То есть и богатых, и бедных, и русских, и иностранцев. И еще много доктора, и майора Грома. Ну, серьезно, это же вещь. Шаверма классная штука. Национальная идея какая-то есть в шаверме, нет? Мне не кажется. Смотри, опять он тянет куда-то. Какие-то свои вот эти национальные идеи. Кто твой герой? Я не вижу, что это... Кто твоя идея? На самом деле, я уверен, что шаверма, она как-то объединяющая скрепа такая, если можно сказать. Ну, это вещь, которую человек увидит на экране, поймет. Я же ел шавурме. Не, ну, это везде. Это и в Европе, и в Америке есть же эти кебабы там. То есть, ну, это просто какая-то доступная еда, которая... Соотношение цена-качество очень высокое. То есть, она вкусная, во-первых. А, во-вторых, она недорогая. Ну, она сразу приближает вот твоего грома, да, который, как я говорю, нелюдимый волк-одиночка, к простому человеку, который, да, идёт после работы... Курогриль, да, пельмешки, вот, ну, что-то. А куда пропали, кстати, вот эти вот, помните, раньше везде стояли, курогриль, и они просто крутились. Блин, это так раньше было круто. Ты просто идёшь, и куча куриц крутятся, какие-то тётки покупают себе домой. Да, я помню, даже в институте, смотри, у него слюна пошла, он такой... В институте, значит, кто-то... Были такие персонажи, которые могли по-тихому куру купить, пронести её к себе в комнату, закрыться... Крысы. Запах-то идёт. Ля ты, крыса. Открывай, крыса, ну, что ты в лицо там один? Он такой, меня нет! Меня нет! Я молюсь. Это, помню, была радость взять куру на двоих и её сесть вдвоём. Ну, естественно, налетали, там было и сразу три-трое-четверо есть куру. А шаверму по праздникам только, я помню, можно было себе позволить в институтские времена. Возьмёшь на Полежаевской, вот помню, как с лучком, с курочкой. Вы там с Чебой шавуху точили? Да, с Димкой, Чеботарёвым как раз мы ели дошираки, шаврушку, картошку, гречку, рис. Ну, смотри, вот, кстати, интересный вопрос. Ты же сейчас гораздо себе больше можешь позволить, да, еды? Чем раньше? Или вообще? Но в какой момент ты был счастливее, когда ты вот ел всё это в общаге и там с корешами? Или сейчас, когда ты можешь всё это вот так? Мне кажется, всё равно есть какая-то романтика такого нет. Ну, в каждое время со своими, ну, как бы, привилегиями и преимуществами. Ну, здорово было тогда её есть, потому что не было возможности. Да я помню, как, ну, с удовольствием я ел наскребая на доширак просто в пакетике. Я его так вот жамкал, в чашечку высыпал, запарил, такой, думаешь, о, какой супчик нажористый вкус. Ну, супчик ещё ладно. А если мазику туда ещё сверху в доширак? У нас один товарищ был, ну, мы, правда, до такого, конечно, не падали, условно говоря, но у нас там был один... Не поднимались, точнее. Ну, да, да, у нас был один чувак, который часто ел в Макдональдсе томатный суп. Я даже не знал, что такое. Томатный суп в Макдональдсе. Кетчуп Хайнс. Да, ты берёшь просто, тырежь кетчуп Хайнс бесплатный, в кипятке разводишь, вот тебе томатный суп. Как здорово, надо попробовать, я такое не ел. Да, мне кажется, хорошо. Да, то есть, как бы, вот... А если туда ещё смыкану колбаски, чтобы пожарить? Ну, какая колбаска? Нет, колбаски. Надо её где-то взять, картошку подобрать под нас, картофельный. Да, кто-то же не доедает. Да, я помню, то есть, у нас не было, конечно, такого голодного студенчества, но я помню, что, ну, да, вот, ну, в Макдональдс мы ходили, и это считалось прямо... Ну, топ-топ. Ну, я говорю, что, ну, в те времена, ну, здорово, но и я сейчас с удовольствием иногда прям вот иду, и мне вот прям вот надо какую-нибудь вот прям вот... Вот этот вот, ну, зелёный доширак вот этот вот я беру, просто вот его запариваю, и прям с таким удовольствием вот иногда раз в несколько месяцев просто думаешь, ну, это ж прелесть, ну, это ж просто праздник. Реально слюнки потекли уже. Бравь, что-то прям есть захотелось. Артём, заказывай, звони. Идут, я обещал всё равно. Вот, давай, такой важный вопрос фундаментальный, мы его как раз обсуждали недавно про Гром и супергерои. Да, вот про Грома сейчас будут говорить, что это новый русский супергерой, возможно, первый русский супергерой. Как ты вообще к концепции супергероя относишься? Ну, вот нестандартно, там, плач, что делает герой героем, и считается ли ты Грома именно супергероем? Ну, я бы так, наверное, не сказал вообще вот так по большому счёту, что он супергерой. Ну, герой, конечно, но он же не обладает какими-то сверхвозможностями, которыми наделены там все герои Марвел или DC. То есть, ну, по сути, там, он борется со злодеем, но это, может быть, какая-то, ну, является какой-то его там основополагающей силой. А вот так вот, чтобы у него вылезал какой-то там мохнатый язык. Мохнатый шмель, не знаю, к примеру. Мохнатый язык. Он начинал. Интересно. Я записываю, подожди, комиксы надо делать, следующий мохнатый язык. Который, да. Или я напишу, автор идеи, Тихо Дрюзневский. Или пускал бы мухнатый язык. Мохнатый язык шершал. Нет, таких нету, и поэтому... Короче, Гром простой человек, а этим он крут. Ну да, этим он крут, что он может с какими-то супердядьками биться. Ты готов морально... Мы разговаривали с Алексеем Маклаковым. Кто это? Я шучу, но я понял. Извини. Я хотел объяснить. Мы разговаривали с Алексеем Маклаком, и он рассказывал, как его роль в сериале «Солдаты» часто помогала ему в каких-то жизненных ситуациях, связанных с гаишниками. Ты вот готов морально и внутренне, что ты станешь в какой-то момент... Я уверен, что так и будет, что ты станешь любимчиком полицейских, что они будут в тебе признавать своего, что там, ну, если там нарушил, они там все скажут, во, езжайте, мы там любим Майора Грома, Майор Гром красавчик. Кто-то такой, как какая-то новая икона для сотрудников полиции, для правоохранительных органов. Слушай, не знаю, это же так, мне кажется, сложно так вот предположить, что вдруг я стану иконой для полицейских современных. Может быть, они посмотрят и скажут, какое отношение вот это чудовище имеет к нам вообще. К образу современной полиции. Ты так уверенно говоришь, что типа, вот он нас прославил. Ты крутой, ты работаешь в полиции, ты харизматичный. Наоборот, будут не согласны с такой трактовкой. Формуляр не запомнил. Может, наоборот, кому-то скажет, ты слышишь, чё позоришь вообще наше гордое имя. Неизвестно, как народ отреагирует. Не по уставу одет, табельная. Но если вдруг какие-то появятся, какие-то, ну, такие типа, какие-то бонусы. Корпоратив, корпоратив на день полиции. Мне вот, да, на колонку на Яндексе подарили. Очень классно. Колонку просто привезли, говорят, вот тебе станция Яндексе. Неплохо. Будут смотреть. Будут говорить ей что-нибудь, Алиса, пострижим. Как, разработало? Нет. Я не знаю, я ещё, честно говоря, не думал. Я думаю, единственное о том, чтобы вот в бане мне можно было в моём любимом ходить, чтобы... А, 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 тогда как-то... А вдруг будут ко мне полицейские относиться? Хорошо, полицейских забыли. Тогда другой вопрос. Девушки. Что, девушки? Закроешь ли ты личку после выхода майора Грома? У меня закрыты, или у меня есть же девушка? А, я просто её стараюсь, ну, не афишировать, да, потому что это мои дела. Я бы не хотел, чтобы они кого-то ещё касались. Ну, кроме меня и моих друзей, так скажем. А так, ну, девушки, ну, есть много почитательниц, так скажем, моей работы. Ну, здорово, это хорошо, но это же, ну, это всегда приятно человеку, когда он кому-то нравится. Я думаю, да. Вот тебе же приятно, когда вот я на тебя смотрю. Тогда следующий вопрос. Следующий вопрос. Всё, будут шипперы. Следующий вопрос, да. Как раз хотел про шипперинг сказать. Я про твиток раз хотел. Твиток про шипперинг. Ой, как я погораю иногда, что они там пишут, что они там делают. Какие там самые любимые фары? Слушай, последнее мне... Да, ну, нет, с Ваней-то, ну, вообще-то они там просто там какие-то фантастические истории, поэтические какие-то романы, как вот, ну, наши персонажи из разных фильмов с ним там, где-то пересекаются. Пересекаются, и что они там делают. Ну, иногда как бы это просто глупо и примитивно, но иногда это очень талантливо, смешно. Я просто не знаю. Я знаю, откуда это пошло движение, ну, я разобрался, что это из Японии там откуда-то пошло, что это вот, ну, с каких-то вот этих вот комиксов или чего-то. Фантики, да. Вот, и пошло вот это шипперс. Ну, то есть, нет, я, в принципе, психологически понимаю, откуда идёт вот эта потребность, ну, скрещивать мужчин с мужчинами, женщин с женщинами. Это, видимо, ну, так я понимаю, типа под себя как-то, ну, что-то типа. Запретное, чтобы привлекать внимание. Да, наверное. Но иногда бывает, конечно, это глупо просто, но иногда так смешно просто. Вот последнее там это вот Ваня сидит в шубе в этой... Какой-то ему приделали какую-то бабку в шубе, в леопардовой, его лицо, и он там что-то говорит, типа, ну, и какие-то постоянно они выкладывают. А, мне ещё понравилось, вот в топе, ну, вот это там они наложили под музыку. На недельку, на вторую, я уехал. И так нарезали, что всё такое как бы... Занарно, да? Сидком. Ребята приехали так в Комарово отдохнуть. Ну, короче, подожди, ты гуглишь своё имя? Нет, не гуглю. Но в Твиттере я набираю иногда. Он не гуглит имя, потому что имя много, а он гуглит фамилию. Меня... Нет, нет. В Твиттер я иногда захожу, там меня раньше не было, но мне сказали, типа, ты зайди посмотри, там, я зашёл, посмотрел. Я помню, иногда время от времени я набираю Тихон, и там высвечиваются какие-то, или там, я не знаю, или там Топи, там, или там, и оно высвечивает какие-то там, ну, просто скроллишь, да, как это называется, их дедушка же. Вот, и там иногда вот эти всякие картиночки ведутся смешные. Давайте сразу... А, и в ТикТоке они часто, просто мне кто-то присылает, и знакомый, типа, видел вот это, я такой... А вот это вот... Давай сразу тогда сейчас забьёмся. Как вы думаете, после выхода грома, какой пэринг будет самый популярный? А, это пэринг называется, да? Да, пэринг, три варианта. Подожди, а что значит шиперить? Шиперить – это глагол, а пэринг – это когда уже... Это вот уже... Да, смотри, ты на выбор три варианта. Первый – Разгром. Разгром. Разумовский Гром. Второй – Грубин. Гробин, да. Гробин. Гробин. И третий – Пчелогром. Слушай, я думаю, основной будет, наверное, популярный – это Сероволк. Потому что их и до этого... Сероволк чистая, да. Ну, если тебя касаться, как думаешь, с кем тебя больше всего будут скрещены? У меня, наверное, Грубидубин. Гробин. Гробин, да, наверное, да. Ну, кто-то... Ты забыл Грокопенко. Грокопенко. Я буду болеть за Грокопенко. Грелков. Громстрелков. Слушай, ну это вообще они, конечно, молодцы, что они все это придумали. Слушай, мне кажется, я раньше, знаешь, вот в первый где-то год, может быть, существования Мэра Грома, я крайне негативно к этому относился. Потому что я как автор не докладывал это, в принципе, в историю. И мне почему-то очень сильно раздражало то, что... Да как они смеют моих персонажей писать? Твое разрешение не нужно, Артем. Только я могу писать буковки про моих персонажей. Что они себе позволяют? Я что, за интернет плачу, чтобы меня тут обтирали еще, что ли? Ну, а потом я понял, что, во-первых, это так своего образа они выражают любовь к персонажам, которых я придумал и написал. А во-вторых, все, что, во-первых, не касается, как бы, напрямую истории, это все, что остается вот за этой стеной официального канона, да, оно может существовать в каком виде, в каком угодно. И я все это иногда читаю даже, и это, ну, так, забавно, и некоторые вещи мне даже нравятся. Слушай, давайте скажем, пишите, творите, делайте вообще, что хотите. Да, пишите, реально, то же самое, обратная связь, она реально очень приятна в любых проявлениях. Они еще потом громо срастят с каким-нибудь Ваней Янковской, опять же, персонажем. По-прежнему из другого фильма. Придется, значит, какой-то фильм Янковского братья. Придется, ну, с радостью, с радостью. Какого-то будет, ну, такого гидрозлодея же вы говорили. А ты мне рассказывал, ты мне рассказывал, что Роман Курсен прямо очень хочет... Да, Ромка говорит, что он вообще с удовольствием бы поучаствовал. Да, я видел в этой фотосессии, где он как бы с собой, вот в этом, вот так вот, просто один в один, я написал, говорю. А Тихан говорит, давайте его позовем, и на первосмене его сразу. Зовем, не просто, ну, Ромыч, он сильный из-за того, что, кстати, вот он вчера с ним списывался, он звал на этот, на Гуляй Вася 2. Ага, а, кстати. Не получится, я бы так сходил, конечно. Там любой. Да, Любка. Вот, и хотелось бы из-за того, что вот он такой, ну, крепкий такой, ну, конечно, он просто такой, чтобы я выхожу, и такой сразу ему в груди, ну, просто проламываю. Он такой, ага, и умирается, и всё. Всё, а твои внутренние ребёнческие такие, что, а, дайте мне сильного убить, я сильного можно убью? Я понимаю, Артём, у нас на продолжение уже набирается виш-лист актёров, значит, Маклаков пострелять попросил. Да, да. У Любы свои пожелания. Ну, смотри, да, всяк, пострелять Прокопенко, Гром у нас убивает Курцина, Люба хотела, я помню, какие-то... Она хотела петь, я помню. Да, 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 просто какой-то будет караоке с трюкой. И Саша Ситейкин. Хочу просто в фильме появиться. Набираем ваших идей, кстати, тоже на продолжение, ребят, пишите нам. Да, самые безумные... Ну, ещё в кино ходите, пожалуйста. Самые безумные идеи мы прочитаем и посмеёмся. Обещание. Ну, нет, на самом деле, если так говорить, то мы, конечно, ведём работу над второй частью. Ну, мы так, мы ожидаем. Да, конечно, то есть у нас есть какие-то идеи, наработки по тому, чё куда, чё кого. И, ну, в принципе, получается весело, бодро, но так мало времени на всех героев, получается, почему-то мы... Что их много. Да, мы запихали ещё туда, ещё, и мы такие, блин, а как вот это вот с этим... Ну, сейчас вы чуть-чуть ещё время-то есть посидите ещё, покидаете туда всё. Ну, ты знаешь, вот сериальчик сделайте, если чего. Нет, ну, вот Гром, он идёт сейчас в текущей версии больше двух часов, и он такой плотный, вот реально, тебе стоит отвлечься на минуту, ты поворачиваешься, о, а это что, а это как? То есть, прям реально информация вот так вот забита просто вот так, тебе нужно всё время смотреть. Есть моменты, когда, знаешь, сцена заканчивается, ты думаешь, сейчас появится конец первой серии. То есть, реально натурально вот. А там фильм дальше продолжается. Да, очень много информации, мы прямо, знаешь, нет такого, что там какой-то воды налили там или что-то скучное, тебя постоянно держат напряжение. Тебя постоянно, да, тебя постоянно подгоняет темп фильма, тебя постоянно подгоняют какие-то сюжетные повороты, экшн-сцены. И вот я не вру, реально, вот реально не вру, несколько раз было такое, что, например, остаёмся, я фильм смотрю, вот у меня уже традиция, я фильм смотрю стабильно два раза в неделю. Два раза в неделю я смотрю фильм, который идёт больше двух часов, от начала до конца. С разными людьми. С разными людьми, просто мы кому-то показываем партнёру. Может быть, со мной как-нибудь посмотрим. Я тоже хотел предложить. Например, чтобы я был готов просто к тому, что я увижу, хоть мне чуть-чуть повезло, потому что иначе, если я увижу это в первый раз, я такой... Вожмусь. И я такой буду сидеть. Ну ты же у нас занятой, давай я с радостью посмотрю. Но я тебе что хочу сказать-то? Ребят, запускайте экран. Да. Погнали. Только сейчас. Да-да-да-да-да-да-да. И почему я хочу сказать, что я смотрю-то? Я обычно должен смотреть один раз в неделю, а второй раз я зову партнёров, я обычно говорю, что там вот фильм такой-то, там чуть-чуть графика не готова. Он такой приходит. Музыка ещё не готова, но я начинаю смотреть первую сцену просто по приколу, потому что она максимально готова. Я смотрю, и я такой... Я уже очухиваюсь только уже в самом конце, потому что я весь фильм просмотрел, настолько он затягивает, ты не можешь встать и выйти, ты не можешь встать тебе... Вот у меня, я не вру, у меня такое же ощущение только на фильме Брата 2. Я здесь один его не смотрел, да? Ну здесь все его смотрели. На самом деле, ребята пока записывают, уже смотрят. Нет, у меня точно такая же штука с фильмом Брата 2. Да, Брат 1 и Брат 2, ты начинаешь смотреть какую-то, например, сэссиану на ютубчике. Если вдруг идёт по телевизору, ты двигаешься. Или на ютубчике, да. И залип. Всё, да ты залипаешь, и тебя настолько втягивает, что это нереально остановиться. Это правда. Такое ощущение. Но определённо не будем скрывать, что в «Майоре Громе» есть референсы из «Брата 2». Ну конечно, мы все на нём выросли. Потому что мы на нём выросли, я считаю, что это абсолютно нормально. Я называю это, и многие это называют творческий подгляд, и в какой-то степени там есть, и это нормально. Мы не шифруемся. Да, ты в какой-то момент чуть-чуть начал добавлять. Да, чуть-чуть было, но так прибирал Олег, чтобы это не было. Но хотя, знаете, я вот слышал, не знаю, насколько это правда, что у Бодрова был любимый фильм «Игла». И он оттуда это... И он взял эту горку, цовскую. Трахаешься с ним? Да. То есть, получается, мы сделали полный круг. Мы сейчас в песне перемены и в фильме. Да, да, да. Это реально целый, полный круг прошло. Знаешь, история повторяется, идёт по кругу. Эту интонационную горку Бодров тоже чуть-чуть взял оттуда. Класс. Лёгкую вот эту. Слушай, ну расскажи тогда, вот смотри, мы когда с тобой хотели записать подкаст, вот я уже как говорил, твой агент Наиля, замечательная женщина, она мне прислала вот такой список на три месяца вперёд, в котором у тебя из миллиона красных дат, которые заняты, у тебя, знаешь, две редких зелёненьких проплешины в этих. Вот как на тебя это свалилось? Это как? Это потому что у тебя начались какие-то активные кастинги или что? Или год такой? Да нет, кастинги у меня практически активные, начались сразу с огня. Вот меня только там вот начали уже снимать. И сразу заметили все. Ну это же такой, ну, узкий, тесный мир, я даже не знал, как он устроен. Типа, что если тебя вот где-то уже там видят, то есть, ну, вероятно, что ты, ну, до глаз уже какого-то продюсера другого, ты тоже, возможно, доберёшься, и тебя не в смысле там начнут утверждать, ну, хотя бы позовут просто на пробу. А так, ну, многих ребят же вот, ну, и не зовут как бы, они там лежат в копиях, никто и... А топи у тебя, получается, появились в какой момент? Топи появились после, после, нет, после Грома уже. Ты уже после. Да, 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 это уже после. Мне кажется, кстати, Оля Филиппук, продюсер «Майора Грома», который работает в «Кинопольской HD», мне кажется, она тебя там заприметила. Ну, они позвали, как говорят, что типа, что им понравилось, что, ну, что мы с Ванькой в огне, ну, как-то вот, ну, там тоже там это как-то сработали, динамично вместе были. Они говорят, типа, вот надо их, типа, здесь вместе, попробуй, что типа, мол, они, может, ну, у них. Хорошо, пойдёт, пойдёт, химия, да. И, ну, как мне кажется, там очень даже неплохо, да, стой, пахнулась с ним. И, собственно, вот, я надеюсь, ещё, кстати, тут скоро тоже, что-то вдруг, снова с ним, возможно, да, да, посмотрим. Ну, нет, ну, мы хотели, знаешь, типа, там это, как этот, не, вовсе, вовсе, типа, как типа, ну, ладно, да, грубо говоря, как типа, там, знаешь, там, Ди Каприо, там, и этот, и Брэд Питт, там, знаешь, Пачино, и этот, как его, и Де Ниро, да, знаешь, парочки такие. Ладно, это должно быть пол-пол Ньюман и... Я понял, Сэндон Скид и Билка... Или Марлон Брандос с кем-нибудь тоже, там, с кем-то парами, там, они, да, лупили. Не, ну, слушай, на самом деле, мне кажется, круто, вот появилась какая-то целая новая плеяда молодых артистов, которые, да, вот как-то захватили кинематоров. И если раньше можно было сказать, что у нас есть, там, условный один Безруков или один Козловский или один Петров, то сейчас столько, такой большой выброс среди артистов как-то внезапно прорвало просто эту трубу. Я не знаю, с чем это связано. Я думаю, это связано в первую очередь как раз с возникновениями вот этих платформ, где люди заинтересованы в том, чтобы их продукт, ну, продавался, они вкладывают там свои деньги, то есть они, ну, стараются сделать качественный продукт, который, ну, люди будут покупать, смотри, ну, как вот система, то есть, американская. И то есть из-за этого как бы выдираются люди не просто, ну, то есть, которые мелькают там везде, ну, и поэтому вот их везде берут, но и за то, что смотрят, что вот, ну, они заинтересованы вот именно конкретно в интересном каком человеке, они там ищут, пытаются, то есть, проводить какую-то, ну, хотя бы работу, а не просто, то есть, ну, вот у нас есть там список там из 50 человек, вот мы их и везде, и на всех каналах, а платформы в этом смысле, они как раз, мне кажется, подтягивают, как бы такой, чуть-чуть повышают план. Ну, смотри, вот возвращайся к твоему занятому графику, сколько ты планируешь еще в таком темпе поработать, пожить? Слушай, ну, я, честно говоря, ну, мне не хочется такого, чтобы вот, ну, мне и спрыгать из одного-другого, я хочу делать перерыв, чтобы не успеть, ну, я не успею, ну, туговато, я очень такой, долго дохожу до всего, мне нужно не успешно. Ну, я помню, ты говорил, типа, мне нужно текст за два дня до съемок. Вот, не, не за два, за неделю, я прошу, я у вас просил за две недели, ну, у меня выборку, и сейчас я прошу всегда выборку заранее, ну, там, мне нужно его выйти, чтобы он у меня уселся, чтобы подумать, полежать, пописать иногда, то есть, причем не интенсивно, так, знаешь, сидеть с утра до вечера. И поэтому, ну, то есть, я бы не хотел, чтобы так вот из проекта в проект прыгать, там, один за другим. Ну, быстро скакать, да. И поэтому хочется так вот, ну, один отработал, передохнул, какой-то следующий появился, ты попытался, там, что-то разобрался, разобрался, уж к чему-то пришел, играл. Понятно, что, ну, можно с утра до вечера, ну, то есть, набрать проектов, там, и где-то, и сутками сниматься, куча денег перезаработать. И с гусями. Ну, мне кажется, в этот момент начинает немножко глаз замыливаться, и актер такой становится, ну, такой какой-то среднее что-то такое. Угу. То есть, он не типа не сильно различается, какой-то немножечко начинает усредняться, везде становится более-менее похожим, а хотелось бы, ну, хотелось бы, по крайней мере, быть не очень похожим. Но я знаю, что ты отдыхаешь активно, играя в компьютерные видеоигры. Да. И так как у нас все-таки подкаст про гигакультуру... Но, да, я сейчас расскажу свою историю игроманскую. Я сейчас бросил опять играть, ну, вот как игроман, потому что я, простите, но люблю играть в доту. Мы все там были. Программа максимум. Я люблю доту, я люблю... За пуджа? Сесть, нет, не за пуджа, а за кого-нибудь, за фантомочку, за вивер, сесть просто вот и вот с братишком, со своим, у него еще два однокурсника, мы вчетвером садимся в пати на экран. Но сейчас я не играю, потому что, ну, как только начинается рабочая, немножечко все равно надо расслаблять, конечно, мозг чересчур. То есть, ну, если этим каждый день, то есть, ну, увлекаться, то есть, ты немножечко все равно начинаешь тупить. И поэтому сейчас вот я давно уже не играю, не знаю, наверное, месяца два, наверное, и не буду играть. И вот у меня хороший игровой компьютер, я думаю, вообще кому-нибудь скинуть, отдать, чтобы мне даже соблазн. Потому что он, конечно, немножечко тебя расслабляет и вводит в такое состояние немножечко анабиоза, чего у актера не должно быть. Он должен быть собран все равно более-менее. А приставки у тебя были? Приставки у меня были, но нет, у меня были там в детстве Дэнди, всякие Сеги. All cool. Да, то есть, у меня даже PlayStation ни разу не было. И потом уже у меня появился PlayStation, ну, то есть, уже сознательно, когда он уже хороший был, не первый, я видел первый, то есть, я видел второй, там, Red Daler, вот эти все диски, вот это вот. Вот сейчас шняк. Но приставки я спокойнее, только футбольчик люблю, и до UFC просто там поколотиться. А вот так вот, чтобы какие-то там бродилки особо не... Ну, вот компьютер, наверное. Ну, да, да, да. Компуктер. Давай, давай. Слышь, что ты сказал, иди отсюда. Чью-то мамку, что ты сам. А-а-а. И там такие личинусы, там, 13-летний. Они, слышь, я твою мамку. Слышишь, парень, ты не разговаривай, просто иди куда тебе сказать. Не защищай Миткарабан. Категорически. Чтобы морда опухшая не была. Достойно. У нас есть такое в кинцо, вот любят. Ой, да, если куча таких историй. Как-то его видно, но что человек, что-то он какой-то приопухший немножечко. Вот настоящий... Тут и так вот, я болею третий день, там, на морозе, вот, температура вала и так опухший, без алкоголя просыпаешься уже, когда за третий. Я помню, у нас на съемках, как в комментариях Майора Грома, пришел артист один с Будуна. Я говорю, ну что, сейчас штрафуем его, и имей, ассистент по работе с актерами, говорит, Артем, ты тут новенький, но вообще у нас принято на первый раз прощать. Я говорю, ну вот поэтому у вас и все через жопу, что вы на первый раз прощаете, блин, артист, когда они приходят, блин, нетрезвые. Вот это вот верно, мне кажется, вот это опоздание все, где-то 10 минут, где-то, ну, 15 с этого, вот с этих всех мелочей, мне кажется, и начинается вот какой-то разброд такой вот, ну... Расшатанность сразу. А когда вот, ну, как бы, четко люди вовремя приходят, вовремя начинают все. Другое дело уже художественные задачи, там, если к актерам... Ну, конечно, да. Это уже, ну, все относительно, то есть, ну, тут вроде есть оправдание, типа, что, а вот, ну, вот, хотя тоже нужно как-то, ну, создать систему, что, да плохо, блин, работа, давай, работа лучше. То есть, ну, это все распространяется на всю, мне кажется, съемочную группу, там, начиная от водителя, я не знаю, заканчивая, все должно быть как-то вовремя, все вот, не должны артисты опаздывать, не должны никто другие опаздывать, все должны вовремя по-возумному все начинать. Ну, как-то вот подтягиваться более, ну, к европейскому подходу. Очень, очень, очень классно. Четкое расписание у нас было выстроено. Да, 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 у нас, ну, как раз в этом отношении, я так, ну, тяжело, когда вот так вот другие проекты заходишь, где вот, ну, организация, ну, то есть, и масштаб не такой, поменьше, то есть, бывает такое, что вот какое-то есть такое разгильдяйство, какой-то вот такая расхолаженность, то есть, ну, это, вот это вот, конечно, это... Я просто вспомнил нашего второго режиссера Красимира. Замечательно, просто человек-гора. Ну, и каждый раз готовый памятник с нами. Да, да, я найду способ его как-нибудь привести на пример, очень хочу. Он сам гражданин Болгарии. Можно через Украину, наверное, через Белоруссию. Ну, что-нибудь придумаем, да. А я думаю, что полярче стоит на месте. Да, но вот, он максимально был всегда собранный, всегда все приходило вовремя, раньше всех, и все, и он очень уверенно и спокойно ходил по площадке. Я сначала, ну, когда полный пи*** был, он всегда такой был уверенный. И потом я понял, почему я вспомнил такую мудрость, что генералы никогда не бегают, потому что в мирное время это вызывает смех, а в военное панику. Поэтому, да, он всегда ходил максимально спокойно, уверенно, что бы ни происходило, у него всегда на все был ответ. Ну, у него, во-первых, конечно, в первую очередь европейский подход, потому что он работал там и на трое, и на хит, и на вторым. То есть, и он, ну, работал с этими, ну, людьми, у которых индустрия там, ну, дальше уже, ну, ушла, в смысле организации. Эволюция нового уровня. Да, гораздо выше. И он... Знаешь, как Красимир своим голосом на трое говорит? Да. Так, греки выстроились вот сюда. Греки стеклишки собирают. Троянцы вон на той стороне. Так, ему подошел, говорит, Красимир, говорю, а почему вот вы никогда ни на кого не кричите? Он говорит, ну, смотри, если я подошел первый раз к человеку и просто ему сказал, внимание, ты не должен опаздывать, должен делать то-то, то-то. Он меня не услышал. А подошел второй, сказал, внимание, сделай. Все. Если я крикну на него в третий раз, то в четвертый раз я что, должен ему просто... То есть крик это уже последняя стадия, после которой я должен уже, ну, не знаю, разорвать его. Блин, мне захотелось прям Красимир обнять сейчас. Прямо так передал ему. Да, да, да. Это круто. Поэтому я не дохожу до крика, потому что после крика надо уже бить. Это так круто. Поэтому все время доброе утро. Мы начинаем. Сколько у нас по готовности актеров? Семь минут, если сделаем за пять, я скажу лично спасибо, обниму, подойду. Ты помнишь, когда там кто-то что-то накосячил, и он был очень злой, и он говорит, ребята, я не знаю, по какой книге вы учились снимать, но в моей книге такого не было. Такого не было, да, и когда стресс-вестация начинается как-то дрязгеру, ругань, он все равно держит этот тон спокойствия, потому что если... Как мы не успеваем сегодня еще на шесть часов? Будет личный комплимент от меня, если мы прекратим ругаться сейчас. Все такое. Отпад. У него такая была фраза еще, типа, это надо сделать. Просто это надо сделать. Ты понимаешь, что это надо сделать. Причем человек, он уже в возрасте, то есть ему уже, наверное, лет, наверное, за пятьдесят. Да, да, точно, за пятьдесят. Шестьдесят. Слушай, мы с ним в парке бегали каждое утро, он на два круга больше меня наматывал. Да. Тигр, просто тигр. Подход, подход. Артем, мне кажется, что суперспособность, которую мы всегда обсуждаем в конце подкаста, какой суперспособностью хотел бы обладать тихо, суперспособность быть красимиром просто. Да, иногда, конечно, красимира не хватает. Начинаешь что-то злиться, как у вас начинает дергаться. Начинается внутренний гром, прорывается. Прорывается. Да. Собственно, наш традиционный вопрос в конце подкаста. Какой бы ты суперспособностью хотел обладать, и мы тебя нарисуем в виде супергероя с этой способностью в нашем подкасте. Так. Способность всегда хорошо играть. Способность суперспособности. Ой, вот это сейчас, конечно, начинается. Это как вот эти вот блицы. Я туда проводил, мне спрашивали. Я такой... Ваш самый экстравагантный поступок. Я такой... Нельзя, не брошу. Бегал голом по нефтскому. И такой... Да я что-то не знаю, у меня все... Так, давай, если я не знаю. Так, сейчас. Суперспособность. Чего бы... Вы понимаете, человек так устроен, что самые искренние его внутренние желания, они порой ему самому непонятны. Ой, сел на конька. Мне кажется, у вас это способность знать все мемы наизусть. Потому что вот сколько бы я мемов ни говорил, Тихон знает эти все мемы. Вот я начинаю мем, Тихон заканчивает. Да нет, наверное, слушай, у меня бы хотел... Хотел бы, наверное, иметь суперспособность оставаться порядочным человеком на всю свою жизнь. И всегда. Такая... Да, представляешь, ты такой порядочный человек. Ну, ты можешь себя вести, как-то по-разному шутить, ещё что-то. Но ты всё равно, тем не менее, потроха своей не теряешь и остаёшься порядочным человеком. Как вот это вот... Как это отобразить, я не знаю, но... Как себя не потерять? Как вот себя не потерять? Тихо в белом костюме всё время должен быть. Не, мне кажется, это самая крутая суперспособность, что мы... Ну, рождаясь, нам даётся что-то такое, что вот, ну, как бы у нас есть, но потом оно в какие-то моменты может теряться со временем. Вот, такой должен быть пупс какой-то такой вот. Протянутыми к солнцу руками, вот такой какой-то супергерой. Кучерям волосами. Кучерям волосами, который вот протянутый, он любит этот мир, любит это солнце, понимаешь? И вот какой-то вот такой супергерой. Хорошо, сказал. И он такой, типа, всех добром с вами такие все-таки. И самый злодей такие начинает. Они умиляются. Да, это просто добротой всех... Да, да, да. Окутываешься, и они отращаются. Потроха, потроха. Сейчас бы с потрошками, да? С потрошками, да. Почки царицы два раза. Твой талант вот просто к этим фразам я не могу каждый раз. Каждый раз убиваю. Спасибо большое, что пришел к нам. Было очень весело, приятно. Столько всего классного вспомнили. Мы ничего не вырежем. Друзья, это был очередной выпуск, специальный выпуск Bubble подкаста, посвященный фильму Майор Гром, Чумный доктор. У нас... Уместе с самим Майором Громом в этот раз. Да, Тихон Жизневский. Тихон Жизневский с нами. Если вы его не полюбили после этого подкаста, я не знаю, как еще его можно полюбить. Потому что парень просто потрясающий. 1 апреля выходят фильм Майор Гром, Чумный доктор. И мы все вас ждем в кино. И там вы увидите. Вот запомните этого Тихона и посмотрите на Тихона, каким он будет в кино. И вы поймете, что это потрясающий, просто замечательный актер, который перевоплощается просто на раз-два. Майор Гром, это он. Спасибо всем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...